доброе утро ребят утро четвертого дня сейчас пойдем сходим на рыбалку уже маленько разогрели кушать мужики сейчас собираются ехать домой на лазике а мы еще остаемся на ночь по рыбачим люку нет люка есть на нем мало вот здесь вот на болоте на первом есть там на основном на болоте нету его пустое все ну ладно счастливо вам доехать темно-клюквенное болото порыбачили наловили довольно таки приличное количество рыбы оторвались да дядь миша оторвались вроде того в общем идем сейчас на клюквенное смотрим количество клюквы и на завтра подвигаемся за клюквы раньше бежал тасс вот здесь вот потом он свое русло изменил вот сейчас такая как старится не старится озеро такое осталось поклевок пока нет вот рыбачу оглядываюсь по сторонам маленько вдруг чего-нибудь прокидываю вот такие промоинки ну а парыша закрываешь муху жало поклевочки лучше идут отпустимся отпустим но поймал отпустил сейчас покажу как тут бобры талину валят в общем запрудили по половине таза можно так вот ребят смотрите как они своими челюстями работают вот сейчас еще покажу вот так вот ребята они работают вот такую стружку как как бензопилой шпарят вот тут полностью сгрызнула тут у них выход видать заход выход то будет сейчас крупный ну такой покрупнее не такой конечно крупный но сейчас просто ходит видать кормежку ищет галька да песочек камни там а камни даже если камни то значит уже готовится нормально нормально глубину чуть-чуть увеличила все и пошла массовка еще один красавчик он как муху заглотил да все нормально а барыши селедка 8 я ребят все очень просто операторам работает самое кайфобая время когда руки пахнут хариусом да 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 прذا報 пахнет хариусом и уже полкана на стане его уже вырадует exercises к леднинг лет shouting а не то есть либо г нас яркий ягодка маленькая подбила нас шлита в надежде что будет клюква и рыбалочка но рыбалочка есть а клюкву вы нынче почему-то нет возьмем возьмем сам аж на берег ребята рыба у нас выскакивает ребята тут короче места смотрите какие шикарные и вот эта кедра я не знаю сколько ей уже лет да смотри я помню она раньше была наклонена а потом когда вода весной разливается в общем речка и до половина берега стоит воды в общем здесь вот все вот принесло большой водой в общем и кедру подмыло такой глинистый глинистый там берегом живописное место и тут вот хариусы прям сами без всяких удочек на берег вылетают вот так вот ребят заряжаю солнечная панель сзади висит ну а солнца сегодня нету сегодня как-то маленько пасмурно будем рассчитывать и кстати дует такой прохладный ветерочек даже такое ощущение что может пойти снег вот такая вот селедочка селедка на зиму заготовим сейчас селедочки этой морозилочкой сложность а вот таких вот отпускаем уже делом вода ну вот этот можно взять нормально какого-то валя хариус самое то отвалился ушел сошел один хариус жок мелковатый правда но мы бы его все равно отпустили да тут даже почему-то и тут шишки-то нынче нет она осыпалась она видать из-за дождей скорее всего осыпалась стас набухла тяжелая стала потом ветерочек подула она упала шишка потому что он все кедры пустые ну тут кедры тут кедры я смотрю вообще стоит старые есть и по 200 по 300 по 400 лет кедрачу а где у тебя мухи в рюкзаке а как так они у тебя там в избе что ли перекачь поправим опарыша сейчас есть хариус то есть еще одна селедочка мини так ребят сели у меня две камеры в общем одна за спиной заряжается вот это вот сонька не знаю ну спробуем будет короче друзья будет съемкам на три разных камеры не знаю чё там по по изображению будет слушай тут какая-то леска а я думаю это леска какая-то натянута твоя удочка солнца нету было бы солнце заряжалась бы конечно маленько побыстрее бы но вот вот так вот как-то примерно ребята потом буду все это складывать монтировать сейчас идем дальше конечно пусть на тихо ты да ладно селедочка нет тихо ты и мини селедочка желтая муха работает хорошо с люруксом которая прям супер да уже скоро уже полка на будет вот отлично 5 литрового чего если она идет любого нету надо рыбачить надо чтоб не зря сходить мелочевочка ну наушицу бы нормально да с положением с нашим с нашим положением брать такую рыбу опасно шмонают но наводят шмон в общем дают очень большие штрафы все полетела листва ребят пошел лист значит скоро ухарился интинг инстинкт сработает что нужно скатываться холодает резко сильно все все в листве сильный какой видал вообще что-то глянь он где взял вообще где-то да это он давай засекся так удачно хорошо нормально пойдет снизу взял мелочь распускаем что если рыбалка плет надо рыбачить куда деваться тут нормальный да такой копилочку да конечно нормально и бодренький экземплярчик да согласен ух ты блин видишь вот мы вчера так же видишь какой жирный такой вот хариус как один отборный о сколько вот хариуса нормально слышит полкана не полкана почти где-то рядом ты что-то с фонариком пошел небольшой дождик сейчас надо куда-то спрятаться вот пусть и уже с мечинкой то есть с клюквенного болота вытекает мечинка речка но она небольшая но амутистая там одни амута сейчас перейдем под кедру надо маленько кстати спрятаться потому что я одет не по не под дождевому к дождю то не готовились сегодня вот поэтому сейчас прячемся под под кедру переждем маленько непогоду так где дорога то тут так но вот это вот походу медведь скорее всего копал упала кедра он то ли может барсука или кого копал неизвестно все корни выкопаны так ну все выдвинулись мы от стана идем в сторону избы сейчас нужно будет обедать и чистить рыбку но и пойдем до клюквенного поля сходим до болота до маленького где я собирал вчера маленько там вот сходим на болотиться на то посмотрим там а там кстати там можно пройти будет еще маленько выше стас выше и маленько снизу снизу здесь ли вы левее там тоже клюква кстати есть сейчас сыра сейчас пасмурно она в пасмурную погоду она прячется прячется в мох вот сейчас бы хотя бы солнышко солнышко бы выглянуло было бы поинтереснее конечно из рыбалка и с ягодкой а так как идет маленько еще дождик моросит в общем поднимаем сейчас по тазу вверх калинка еще растет подцепился хрюзок такой а вон там он его в уроне взял вон там по калинку вот это прям такой сильный смотри какой сильный да плавничок такой хорошая рыбка ну да вот это прям товарный ходил следы сахатова прошел видать сегодня что ли ночью у них сейчас сентябре идет гон вот еще один след нам видно копыта очертания копыт что-то разошелся дождик нормальный вот отсюда прям из струйки да нормальный ходовой паре он в перекате весь почему-то хотя очень должен уже кучковаться в ямках быть а он в перекате интересно вот прям мелкий перекат вращаемся с рыбалки на наш стан или как не стан на фазенду рыбалочка удалось но пауканчик это есть рыбы даже мелочь отпускали а более-менее такие сантиметров 25 такие брали но это он есть большой конечно но не знаю его надо искать или искать ходить можешь еще не катится или кормиться но по сути сейчас идем нет здесь идем обустраивать быт готовить кушать сейчас еще нужно еще каким-то макаром разжечь костер разогреть суп поставить чаек вот дочь зараза зарядил что-то не на на шутку больных не нормально вот такая вот ребёшечка так в общем решили разжечь мангальчик и прям мангальчик и сделать костерок потому что на улице сыр положим сверху решетку и приготовим кушать готовим чаек покушать так вот вот и все дела у нас решены вот так вот топимся у меня даже смотри что есть майонез смотри брата пока горячий давай вот 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 убрать и корочку сюда об и все и соли да подсолил да и начать сверху немного и все тканчик все так идем затапливать баньку сидим в общем в доме в избе наловили в общем рыбки уже сделали шпроты сразу с нее вот так вот едим на рыбалке шпроты так ребят утро пятого дня в общем на улице сильный туман значит будем надеяться что сегодня будет хорошая погода без дождя нам удастся нормально сходить на рыбалку порыбачить в общем посмотреть еще клюкву ягоду вот такой вот туман затопили печку потому что ночью вроде было жарко потом что холодно старого под утро уже отправились на рыбалку время у нас половина уже 9 в общем сейчас будем смотреть что у нас тут клюет не клюет вода даже даже не поднималась после дождя я думаю она скорее всего падает да вода падает смотри видно по камню видно чем вот такой туман стоит обильный значит сегодня будет хорошая погода дружище да есть такое дело так что давай распутываю распутывай снасти и он с того сразу с верхнего с переката надо начинать вот он красавчик вчерашний наверное вчерашний да вчера оставили на сегодня да у него вчера три штуки здесь сошли вот он все один крупненький еще один взял из ямки отсюда еще один товарный нормально пойдет в общем все дно в песке туман маленько рассеивается выглядывает солнышко сейчас перейдем речку идем на перекат уже прям солнце выдвинул прояснилось небо небо голубое дождя сегодня не будет блин забыл с собой взять солнечную солнечную панель вчера главное брал в пасмурную погоду а сегодня что-то вот как-то из головы она у меня вылетела чтобы пользоваться сразу автономной энергией чтобы можно было зарядить и камеру и телефон много очень срывов да стас срывается почему-то много но срывы сходы хариуса прям уже тащишь тащишь а он раз и в воду падает уходит вот она золотая осень красота везде ребята так он скользкий шаг давай он их что-то перестал оклевать не знаю то ли то ли что вода падает то ли мухи не те так ну все 100 сматывает удочку может быть вечерком еще сходим вечерком то обязательно сходим что-то перестала маленькая рыба ну видать что вода падает вода упала в общем где-то на сантиметров 15 поэтому скорее всего и хариус мечется и не стоит на месте видать да перемещается я не знаю что он там делает но он не клюет это однозначно клевого сегодня нет вчера как-то и вроде и дождик мы россию вроде и погода плохая и хариус брал да а сегодня что-то он вроде и погода нормальная и непонятно в общем что с рыбой происходит но факт то что рыба пока не не клюет идем на фазенду в общем сейчас там скипятим чаек приготовим перекус быстренький и на болото сбегаю на сухую муху что думаешь будет будет брать да хотя вполне возможно подошли в фазенду минут 35 на нашли емпатя и в институте в институте и ерунь в институте в институте в институте я не знаю где-то там же было под этим под столом на это у меня соль вон осталось там мешочки у меня дядь мишина соль где-то по столом там хлеб воды еще живой у нас пятые сутки да я не знаю можно хлеб братан пятые сутки смотри как как будто только спичка не чайник это тушен и чайники смотри пар плещет у нас уже все пожарилось чайник уже скипел так бокал то мой нам не бокал со мной лавочка мокрая все ребята пошла вторая банка сброс сгущенки вход и прикинь это жирность 85 процентов а это сколько а тоже тоже как тайга-то южная ты смотри как она желтая смотри и гущенка стоит просто она жирная и в общем решили мы зайти на клюквенное болото на малое но тут вот недалеко от выхода с мичинска и чё-то клюквы я бы сказал есть она но чё-то ее тут очень очень мало на большом говорят вообще ее нет он все сколько собрали даже литра блин нет так вот ползаешь ползаешь он как он статус на коленке садишься короче и вперед как еще повезет блин вот повезет нападешь на горсточки она вроде как и есть и вот так вот и он раздвигаешь мог там там ягодки но это это стас это издевательство над организмом ползать так собирать я хочу же делать ну и за у тебя встречается нормально так ну что ребят время вечер вернулись с клюквенного поле в общем сейчас разогреваем чаек готовим ужин и будем укладываться скорее всего спать так как завтра уже шестой день как мы в тайге но завтра скорее всего двинем я думаю домой вот готовится у нас ребят почему еще завтра пойдем так ребят сегодня варим такой супер солянка в общем сейчас кинем банку тушенки тут еще маленько остались у нас жиры сейчас это закинем чтобы нет не пропадать добру нас 20 минут но варим так спускать будем банку тушенки такой вот вроде мясистая скоро наш уже супчик будет готов вроде как сюда миска он по-божески накидали для себя варим тушенка попалась мисисто блин так то суп готов вот пировка что-то маленько сыроватая не могу понять как она пачки было написано 15 что-то минут 10-15 минут картошка готова принципе так ну все снимаем пробу у нас даже в тайге ребята вот такой черпак есть глуши глухой тайге просто накладываем супчика горяченького жиденького надо похлебать а то мы что-то жидкое то вообще в считая не хлебали да мы что-то на сухомятку что-то все ели готовили сейчас будет классно просто не фонарь не рулит брата телефон будет у нас конечно ты где я спать лёг спать лёг ну я тоже в общем лег спать со шмелями шмели бедные замерзли в общем легли спать утром включимся выйдем на связь если не замерзнем что-то сильно похолодало скорее всего ночью будет заморозок потому что небо ясное звездное очень много звезд это скорее всего будет мороз вот так вот ребята ладно до утра ребят доброе утро утро шестого дня в общем скорее всего будем складываться домой потому что на улице холодно клюквы нет в общем ягоды не урожайный год нынче что ли непонятно ой что-то сегодня нифига не выспался плохо спал сейчас будем разогревать кушать завтракать и там будет видно что будем дальше делать выбираемся с тайги в общем собрали вещи упаковали рюкзаки и выдвигаемся домой идти не знаю сколько будем скорее всего часов пять а может и больше может и или меньше или больше там смотря как как будем идти на улице в общем жара сегодня опять будет пекло вот вроде все взяли ничего мы не забыли так то с одной стороны вроде все все сложили ну все оставайся избушка с богом отправляемся может кто-нибудь встретиться нам дорогой вот она единственная кедрушечка на поляне стоит так ну вот мы в 10 00 от кедры вышли вот от этой вот время 10 02 ну 10 00 в общем и сейчас будем смотреть сколько мы будем идти до поселка вот местами конечно будем отдыхать так как дорога не ахти дорога вся размешана раскатана в общем вот такие вот дела ребят еще жарко сегодня придется наверное снимать курточку кофту и идти наверное в майке так пришлось раздеться очень жарко идти что там ты где ого вот это опята так опята вот это да толстоногие да смотри ну там еще есть такие как можно рвать с уши да не знаю сейчас не будем рвать ближе к ближе к поселку поселку сейчас эти оставим хотя эти можно оставить они не плату ковчу складывать они вообще бодру смотри какие ну я что-то даже у нас поселки таких не видел да ну сейчас я спорту ага шикарное место слева главное одни осины а справа считай одни березы вот такой смешанный лес справа а вот слева вот более такой осинник и дорога вот это бесконечная дорога сколько идти непонятно идешь знаешь как будто это в бесконечность да бесконечные дали так спускаемся ко второму ручью то есть керсу вот такая вот дорога вся просто убитая как бы тут не упасть самое главное просто размешана дорога там колея но остановились на перекус маленько отдохнем и пойдем дальше сейчас маленько отдохнем и пойдем дальше подсушил маленько спину спина спотела вся просто мокрая стас ушел вперед я маленько тут затормозился отдел рюкзак на ходу буду лопать сгущеночку уже пол банки осталось так вот так ничего не оставил нет вроде так телефон на месте все взял идем вот он керс бежит тут тоже кстати есть хариус вода питьевая можно пить ручей чистый я уже напился идем дальше так идем на спуск к первому ручью вот ну идем в принципе быстро не так уж и долго три с половиной часа на где-то в пути уже три часа в пути вот в общем такая вот природа тут меняется уже резко местность другая становится как в казино местность кедрач пихтач березняк в общем в пути уже сколько не знаю даже сейчас посмотрю сколько мы в пути вот время час 36 минут второго в общем вышли мы в 10 10 11 12 час три с половиной через а в пути сейчас лезнем в такую вот в крутяк градусов под 80 уклон такой вот большой ребята смотрите под подъемчик это после первого керса после ручья и будет вот такой заворот и еще на подъем в общем подъем крутой но и затяжной одновременно лезем сейчас у него каменистый такой что-то у меня ноги мокрые сапоги протекать стали ну что друзья мои до дома до хаты остается где-то около 40 минут ну и думаю на этом наш шестидневный поход подошел к концу если кому понравилось данное видео не забываем ставить лайки а если кому не понравилось можете ставить дизлайки ну и также ребят не забываем подписываться на мой канал и писать комментарии с вами был канал сибирский бродяга и он стас так что увидимся в походе субтитры 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 и